Социальные общежития переполнены, на вокзалах растет число ночных постояльцев. Все больше людей в Италии не в состоянии платить за жилье. Экономический кризис, по мнению многих, может привести к жилищной катастрофе. Напряжение растет, особенно в крупных городах, иногда выливается в настоящие трагедии. Это случилось около трех часов ночи. В жилом доме в одном из римских кварталов произошел взрыв. Начался пожар. В панике люди выбрасывались из окон. Спасатели вынесли из огня одного погибшего. Его 14 соседей увезла скорая. Казалось бы, несчастный случай, но нет. Предварительной причиной произошедшего пожарные назвали взрыв газового баллона на первом этаже. Как раз в той квартире, где последнее время никто не жил. Жильцов не так давно выселили за долги. И после того, как пожар потушили, полицейские нашли записку, приклеенную на стекло одного из этих автомобилей. Я не дам вам наслаждаться этим жильем, потому что вы воры. Вот что в ней было написано. По словам соседей, прежде в квартире на первом этаже жила пожилая женщина. Освободить помещение ее попросили на вполне законных основаниях. Поджог из мести. Теперь расследует полиция. Эта женщина 82-х лет, из-за которой произошел пожар. Так говорят. Ее недавно отсюда выселили. Никто не знает точно, кто она и где она сейчас. Число подобных историй в Италии в последнее время растет. В этот год в день остаются без крыши над головой около 150 человек. А за пять лет за долги были выселены из квартир около 300 тысяч итальянцев. Это статистика Ассоциации по защите прав потребителей. Государство должно вмешаться, считают многие. Иначе не избежать социальных последствий. Это проблема сегодняшней экономики, которая ведет за собой такие ужасные вещи. В этой ситуации государство должно реагировать. Оценить происходящее, убедиться, что многие просто не в состоянии платить. И тех, кто действительно нуждается обеспечить жильем. Последний раз недорогое жилье для семей с низкими доходами в Италии строили еще в 60-е годы. Сегодня им предоставляют муниципальные квартиры. Но их катастрофически не хватает. Регистрируются сотни случаев самовольного заселения. В итоге многие в прямом смысле остаются на улице, спят под мостами и на вокзалах. Или, доведенные до отчаяния, идут на крайние меры. Юлия Гончарма, Семилиано Вольпе, Италия.